Индексация внеплановая и вполне неожиданная, так как увеличение тарифов происходит второй раз за год. Плановый же перерасчет был в июле. Средний же месячный платеж, к примеру, на одну семью из трех человек в месяц с 1 декабря вырастет в среднем на 324 рубля. Такие данные дает федеральный Минфин. Но, как правило, на конкретной местности совсем другие цифры. Поэтому от общей суммы на услуги ЖКХ нужно будет прибавить 9%. Также у всех регионов было право запросить выше этих 9%. Есть регионы, которые пошли на это и 14%, и есть 12-16% выше. Все остальное в виде экономически обоснованного тарифа, который вырастет, мы, бюджет республики, берет на себя в виде компенсации межтарифной разницы. Электроэнергия. Теперь одноставочный тариф составляет 2 рубля 67 копеек киловатт-час. Рост на 22 копейки для тех, кто пользуется газовой плитой и собственников дачных участков. У кого есть электроплита, цена другая – 1 рубль 87 копеек киловатт-час, плюс 15 копеек прошлой стоимости. Как ни странно, есть и подешевевшие услуги, к примеру, на обращение с твердыми коммунальными отходами. Но не везде. В второй территориальной зоне, куда входит Абакан, расценки те же – 316 рублей 23 копейки за метр кубический. Что касается дальнейшего изменения, то это изменение по действующему на сегодняшний день законодательству подразумевает собой, что если произойдет рост планируемый, то он будет только с июля 2024 года. Кроме того, почти на 12% подорожает вода и водоотведение. Так, куб воды для жителей Абакана будет стоить 14 рублей 5 копеек. Горячая вода подорожает на 8%, как и тепло. Здесь республиканская столица является особой ценовой зоной, поэтому стоимость за услугу определяется соглашением с тепловиками. Еще один новогодний антисюрприз – изменение тарифов на капитальный ремонт. Новые платежки придут в феврале. Квадратный метр подорожает на 40 копеек. Как поясняют специалисты, увеличение взноса следует за ростом цен на строительные материалы.